так ну что друзья обещал показать где живу в принципе каждый год показываем но идемте еще раз пройдемся посмотрим может что-то изменилось может нет кто смотрел в прошлом году смотрите изменилось или нет в общем в любом случае пойдемте посмотрим покажу вам территорию покажу номера потом расскажу по цену пойдемте ну как вы поняли адрес поняли дальше у нас тогда кто на машине если место есть можно машину ставить во дворе так я видите по-македонски в общем что здесь у нас как всегда все заплетено виноградом пальмы место ну кто хочет здесь обедать кто хочет наверху дальше покажу фонтанчик сейчас не работает вечером с подсветочкой красивенько у рыбок из ротиков водички течет здесь подниматься к нам на второй этаж кухня 1 кухня скажу так сейчас свет это первая кухня два холодильника ну как обычно кухня кастрюли и сковородки тарелки в общем все есть два холодильника будет а фонтанчик не включили я вам показал в общем первая кухня такая опять же чайничек электрический фонтанчик вот такой фонтанчик а вечером еще с подсветочка сейчас просто нет смысла ее включать новая услуга ребята очень кстати неплохое вино рекомендую здесь туалет ну типа общий туалет и душ на первом этаже к кому лень идти на 2 номер можно здесь помыться это кладовка не думайте что это номер лестница к нам на второй этаж но туда мы пойдем попозже так здесь у нас красота аллейка здесь вход на второй и третий этаж туда мы на второй этаж поднимемся на 3 не обещаю потому как сейчас жарко вот так да мне нам рассказал 2 2 кухня друзья ну чтоб не все в одной толпе ли старая кухня холодильник размораживаются такая штука имеется пару слов да я как кролики не хотят но не хотите как хотите владельная доска утюг дальше идем умывальники это уже во дворе кто сидит во дворе если там сейчас дойдем где покажу где можно еще сидеть хотя я в принципе показывал пресс дальше огород с мотоциклом и с велосипедом здесь можно сидеть в тенечке когда жарко здесь в тенечке здесь как раз от вишни черешня ну уже отошло все это дело но есть тоже опять же выйти перекурить если что там еще столик стоит огород здесь как ни странно но ничего не засаживать а пойдемте дальше смотреть дальше у нас инжир везде инжир много крупный хороший в этом году урожай все отлично дальше у нас розмаринчик розмаринчик видите новенькие полезли молоденькие то есть можно один оторвать и добавить шашлычку да нет да не а это эти огурцы или это помидоры огурцы огурцы а инжир уже снял сейчас вернусь я пока инжир показываю а с собой привозят я видит отдыхающий даже цветок с собой привозят фикус пикус здоровый давай давай беги я все равно тебе все равно в кадр попадешь беги не беги так инжир и белый и не белый есть а есть даже вот такого огромен больше яблок инжир о пальмы вот это будут вот друзья на следующий год еще и пальмы появятся новые так что всем кому интересно приезжайте так идем дальше по вашей ручкой а то все ешь да ешь так дальше туалеты на улице туалеты и душ ну все обычно я не буду заходить вовнутрь все везде отлично место для шашлыка ребят шашлык дрова дают все есть мангал есть решетки для мангала есть шампуры шампуры есть да в общем ну все все что необходимо все есть здесь внизу потом за заборчиком речка течет но так как сейчас дождей немного и соответственно речечки ну такая совсем она маленькая это следующий урожай еще тот не собрали уже следующий видят здесь маленький инжирчик а вот вот так это выглядит эти два снова урожая один со старого слива но сливу я вам показывал по ходу по всему крыму урожай алычи вот такой вот на компот милое дело так это тоже можно из друзья банька хозяйская маленькая но есть я ее уже тоже показывал кому интересно можете на предыдущий ролик или я оставлю его в описании вот видите какой урожай алычи перемешку с инжиром в общем друзья ну сами понимаете что есть где вечером посидеть отдохнуть и шашлыков поесть и ну вообще здорово и там в теньке можно посидеть и здесь посидеть шашлыка поесть в общем обалденно как обещал сейчас пойдем еще посмотрим номера поговорим по ценам ну в общем все расскажем вам покажем еще раз напоминаю что дом этот называется гостевой дом называется как дома солнечногорском он находится если в яндексе просто забить гостевой дом как дома солнечногорская он в принципе выдаст всю полезную информацию всю об этом плюс в соцсетях вконтакте я оставлю ссылочку в описании где мы где можно связаться напрямую с хозяевами они подробно все могут и рассказать и выслать фото прямо номеров те которые есть свободно если вы будете бронировать они вам прям покажут именно конкретно какой номер будет за вами забронировал чтобы не было такого вы приехали а номер не тот или вам не понравилось или еще что то такое в общем такое тоже будет обязательно кому интересно я говорю переходите по ссылочке в описании все увидите так ну что идем теперь по по номерам пройдемся по номерам и посмотрим какие номера друзья море третий этаж поднялись мы на третий этаж здесь ветерок небольшой море и в принципе вокруг весь поселок мечеть и как раз намаз сейчас в общем поднялись на третий этаж сейчас пусть и просто показать виды что море видно и хорошо сейчас спустимся на второй покажу номер 4 на этаже 4 номера здесь давно в этой части 4 номера душ туалет на 4 номера это номер трехместный сейчас мы туда зайдем ребят вертолет на площадка кому надо пожалуйста но вообще можно туда выходить загорать кому лень на море идти хотя думаю таких не найдется как до моря недалеко ну ничего все равно опять же все виноградиком заплетено ведь красотишься так ну пойдемте сам номер посмотрим номер номер а ну номер виде большая двухспальная кровать здесь даже не смогу сказать что односпально это полуторная походу кровать холодильник зеркало шкаф телевизор ну вот вот такой вот номер друзья по ценам еще раз говорю уточняйте но мы немножко поговорим еще по ценам но попозже окошко опять же с видом на море ну море видно картина вешалка еще вешалки красивые в общем как то вот так вот там беседочка еще ну типа балкон не балкон такая беседочка тоже под виноградом со заплетена туалет душ в этой части ну вот на эти четыре номера здесь он один получается душ туалет вода холодная горячая постоянно потому как свой бойлер ну и понятно дело зеркало и умывальник как раковина так что вот так вот друзья идем дальше вот этот номер который сейчас увидели трехместная цена его на данный момент 1400 рублей за номер не с человека за номер 1400 рублей не знаю уже решайте сами дорого это или дешево в общем я просто показываю как оно есть на самом деле мы живем в номере который сейчас вы чуть попозже увидите этот номер наш номер стоит 1200 пойдем сейчас посмотрим ну в принципе как я и говорил по лестнице а там включимся так друзья по лестнице поднялись один номер сразу здесь выходите вот такой балкон здесь получается один номер и здесь два ну за отдельной дверью получается еще два номера дальше с лестницы дальше с лестницы обеденная зона ну или зона отдыха или в картишки перекинулся вина попить вечером посидеть все да заплетено виноградом кстати виноград тоже урожайчик очень неплохой но виноградик еще зеленый так что ну сами видите вот такой вот здесь опять же холодильник общий стоит и два вот таких стола один большой ну для большой компании так что всем кому большая компания у кого будет есть не только на первом этаже такой стол стоит но и на втором дальше здесь раз два три номера наш естественно вот этот это наш любимый мы в нем постоянно отдыхаем там сейчас мамка сейчас я ей скажу что мы вдруг решили поснимать что-то мало ли чё там они делают наши вещи висят кстати да везде натянуты эти веревки ну и как вы видите везде что-то на них там и там висит здесь ну как бы люди есть отдыхающие вид выхожу я перекурить вот с таким вот видом на виноград в основном вот этот куст здоровый вот этот это лавровый лист растет а и маленький кстати тоже так что вот такая вот такая вот такой у меня вот вид ну по моему очень неплохой для перекура самое оно ладно пойдемте в номер у мама знаете как всегда я не накрашенная в камеру не попадая после бани там еще что то так ну и в принципе наш номер я закрою потому как работает кондиционер дверь окно все вроде все так же но мы тут отдыхаем поэтому не сильно проб прибрано мамка тут вяжет у нее вязание лежит там водичка стоит попить две кровати ну обычные односпальные здесь стул с моим шматьем завален с этим мы ходим на море здесь у нас получается что ну табуретка табуретка тумбочка тоже завалена моим хламом там для ну для аппаратуры зарядки пауэрбанки мамкины принадлежности а нет вот и мои есть да моя туалетная вода оказывается здесь стоит ну в основном мамкины принадлежности вот я весь хээй привет телевизор тут вот универ мама смотрит дальше что дальше шкаф ну где чтобы вещи сложить повесить кондиционер мы кстати не жадничаем у нас 24 в номере 24 градуса больше мы не делаем сейчас свет включим вот здесь у нас туалет туалет шорты мои я в них купаюсь душ полотенца ну и понятно вроде все да все довольно прилично нам во всяком случае хватает бойлер опять же бойлер поэтому хорячая холодная вода здесь постоянно никаких проблем там хотя горячая честно говоря здесь не знаю зачем потому как ну на улице прям совсем караул жара вчера было 42 в тени 40 было в тени а сегодня обещали еще больше типа до 42 не знаю поэтому в номере конечно очень хорошо с кондиционером а на море мы как в прошлом году в 6 пришли в 9 ушли и потом только вечером и то не каждый день ходим потому как ну жарко очень жарко а потом начинает уже темнеть и как бы ну не то пальто видео с моря виды какие-то с моря обязательно будут ну не знаю рассвет в этом году не обещаю но виды именно моря какого-нибудь тихого спокойного красивого обязательно вам все покажу поэтому ну пока здесь все а сейчас пойдем пообсуждаем по ценам поговорим по общим ценам в солнечногорском потому что разбежка огромная что друзья вроде номера более менее показал ну такие какие показал еще раз говорю что всем кому надо будет переходите по ссылке в описании и вам там вы увидите вообще все номера потому что они все там отсняты все друзья пойдемте на улицу где-то спрятимся в тенек и будем беседовать по ценам в солнечногорском друзья по ценам в солнечногорском это ну вообще отдельная история потому как цены колеблятся от 250 рублей с человека и 500 рублей за номер вот так вот ну в среднем получается и соответственно выше потому как есть здесь очень неплохие отели есть даже с бассейнами у них цены естественно немножко подороже но вот конкретно в этом гостевом доме вот где мы отдыхаем как дома он называется еще раз скажу именно в нем цены колеблются от 500 рублей за номер до двух с половиной тысяч это двухкомнатный четырехместный люкс с отдельной ванной комнатой ну в общем большой номер есть и такие номера здесь ну и соответственно чем ближе вы к морю тем цены больше выше скажем так опять же цены зависят от размеров комнат самих номеров и их благоустроенности потому что прямо возле моря есть эконом жилье так и написано прямо эконом жилье и это жилье оно ну довольно недорого стоит там тоже начиная там от 800 рублей есть 1100 прямо на пляже есть 1100 но в номере кроме как переночевать в принципе больше ничего нет то бишь в номерах идет кровать шкаф тумбочка ну ничего ни кондиционера нет душ общий туалет общий но зато прямо на пляже этот номер стоит он как я говорю 1100 есть конечно на пляже номера и хорошие насчет кафешек есть ну насколько я знаю есть три прям очень неплохие кафешки и куча маленьких забегаловочек как всегда здесь кстати на Вишневой посредине чуть позже я вам покажу но это уже будет наверное в следующем ролике открыли новую не знаю как это назвать в общем там продают выпечка мясная в основном ну такая как самса шаурмане не шаурмане самса хачапурь ну вот такое все чебуреки я с удовольствием показал бы раньше вам все это но так как я это все не ем сейчас в данный момент поэтому показать вам не могу но будем мы проходить я обязательно покажу в том году этой штуки не было на Олейке также продаются фрукты овощи цены довольно ну такие же примерно как в Симферополе инжир продается много инжир начиная от 80 рублей за килограмм до 120 но опять же зависит от инжира от размера от белый или черный ну знаете как на любителя какой то слаще какой то нет ну кто что любит вот такая позиция магазины в столовую я вам показывал под ней прямо магазин это центральный считается магазин еще внутри мы его ну не знаю покажем не покажем скорее всего покажем внутри там в принципе есть абсолютно все единственное в этом году с него убрали из него напитки и они находятся где то в 15 метрах рядом еще один магазинчик небольшой и чисто для жидкости наверху здесь вот мы живем примерно посредине вишневой улицы чтобы вы понимали в начале улицы столово в конце улицы не в конце а на отдалении скажем так где еще как то что то происходит есть еще один магазин там же на перекрестке есть магазин хозяйственный кому ну вдруг понадобится не знаю там иголки нитки шпильки купить такое там отвертку или ножницы есть такой магазин здесь совсем недалеко от нас ну метров сто наверное пройти и еще один продуктовый сразу вас хочу предупредить что для тех кто едет без наличных денег в солнечногорском нет банкомата его просто нет вы можете рассчитаться картой в магазине в любой столовой на рынке соответственно рассчитаться картой вы не сможете в кафе в том я не был не знаю есть тут кафе такое называется чердак очень неплохой я вам его показывал тоже карточкой в нем вы не рассчитаетесь поэтому обязательно берите с собой наличные деньги потому как ближайший банкомат отсюда находится в двух километрах в соседнем селе которое называется малореченская там есть банкомат но пешком туда идти не вариант вроде два километра недалеко но это километр вверх и километр вниз это находится за холмом можно понятно сесть на такси там отдать 200 рублей и проехать туда и обратно до банкомата съездить но это я думаю не сильно удобно да и вечером такси так просто вы здесь наверное не найдете не знаю не пользовался в общем предупреждаю что помимо карточки возьмите с собой наличные на всякие разные нужды на питание наличные можете не брать потому как пропитаетесь вы из карточки без проблем что еще ну то что людей в этом году чуть поменьше чем в том не знаю чем это связано да но вот сегодня на пляже прям было караул но сегодня правда и водичка прям огонь вообще в общем в общем друзья вот такой у нас вышел второй ролик не знаю я думаю посмотреть здесь как мы отдыхаем и если кому-то понравится приехать но и опять же связаться с с хозяевами которые вам все расскажут покажут и вышлют фотографии прям вам в соцсеть куда-нибудь ну или если договоритесь там по вайберу или как угодно думаю было полезно по ценам говорю очень большая разбежка начиная от 250 рублей с человека то есть 500 рублей за номер если он двухместный и наверное тысяч до трех может даже на нет даже наверное до четырех до четырех с половиной потому как есть здесь очень приличные места ну такие прям гостевые дома но очень такие для богатых короче что-то я пытаюсь умное что-то сказать и не вылетает ничего умного сорта в общем вот такой вот ролик друзья все как обычно с вами был алексид подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях что вы об этом думаете все до следующего ролика пока что делали устроена до 3 видео немедленно в также впрочем что он как посмотреть там Поднялся, ну хорошо, Вова, я изгою, говорить не буду, потому что в море, ну, в числе года, как сказать, удачу. Субтитры сделал DimaTorzok